А вот о следующей дате мало кто знает. Накануне в России в мире отмечался День Белой Трости. Его учредили в 70-м году по инициативе Международной Федерации Слепых. Все это для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам инвалидов по зрению. Но в нашей стране, чтобы устроить жизнь слабовидящих, 1-го 14-го октября мало. Из Рязани репортаж Татьяны Мухамедовой. Сергей с детства тонко чувствует музыку, но совсем не различает красок окружающего мира. На улицу он выходит только с сопровождением. Ориентироваться в пространстве ему помогает мама. Мы вдвоем, если куда-то надо в поликлинику, еще куда-то в аптеку, это все мы вдвоем. А так тоже там одному, например, как в терминале один, тоже не возьмешь талон. Там же все это сенсорные экраны, и один тоже ничего не сделаешь. Так, в принципе, в помещении, может быть, и попроще. Можно было бы там с тростью ориентироваться. Но вообще сложно. Сегодня в Рязани 6 тысяч инвалидов по зрению. Многие из них вынуждены жить в изоляции годами. В лучшем случае выходят в свой двор. Одна из главных проблем – сесть в нужный транспорт, ведь номера маршрута они не видят. Хотелось бы иметь, чтобы были автоинформаторы на транспорте, на общественном. То есть подъезжает транспорт, говорит, какой номер маршрута и какая следующая остановка. Звуковые маячки необходимы и над входами в магазин, аптеку или почту. Сегодня в Рязани всего 6 светофоров оборудованы звуковыми сигналами. Правда, все больше появляется пешеходных переходов со знаком для слепых. Например, рядом с областным отделением Всероссийского общества слепых такой переход оборудовали 3 года назад. Но даже сейчас по нему незрячие ходят с опаской. Незрячему человеку вообще всегда очень сложно. Особенно, вот меня больше всего достают, если так можно выразиться, пьяные. Вот, к сожалению, нетрезвые люди, они не понимают, что идет незрячий человек. Иногда даже оскорбят, куда палку суешь. Какие социальные объекты для незрячих необходимо переоборудовать в первую очередь, над этим сейчас работают городские власти. Специальная комиссия принимает предложения и пожелания от самих инвалидов. В первую очередь, это хотя бы покрасить первые и последние ступени зданий, где наиболее часто бывают инвалиды. То есть аптеки, поликлиники, социальная защита населения. То есть ярко-желтый цвет. Почему? Это тот спектр, который слабовидящие глаза видит самым последним. Пока чиновники раздумывают над техническим переоснащением городской среды, помощником для незрячего человека по-прежнему остается белая трость, а в дороге еще и добрый попутчик. В России в обществе слепых числится 215 тысяч человек. Но реальное число инвалидов по зрению доходит до миллиона. Просто не все вступают в это объединение. Кстати, далеко не все развитые страны могут похвастаться трудоустройством слепых. В той же Дании работает только 12% инвалидов по зрению. У нас 11. И разве что Канада успешна в этом вопросе. Надо сказать, что больше половины слепых – это люди моложе 40, то есть экономически активные. Общее число инвалидов в России – это примерно 13 миллионов человек, или 9% от всего населения. Это слепые, глухие, люди с ограниченной мобильностью, и те, кто состоит на учете в психиатрических диспансерах. На улицах российских городов их почти не видно. Складывается впечатление, что инвалидов у нас просто нет. Мы действительно не научены воспринимать их как равными. Если ты увидишь это в развитой стране, этот человек находится абсолютно в инклюзивном обществе, вот как сейчас говорят. Если мы увидим такого человека у нас на улице, к сожалению, мы замечаем то, что люди отворачиваются, люди стесняются смотреть на такого человека. Хочу сказать, что законы замечательные, просто замечательные, но беда в том, что они не исполняются. Ну, как и все у нас. Вот это парадокс, да, чтобы получить законные какие-то вещи, которые именно тебе полагаются, это нужно пройти такие круги ада. Это просто безобразие. Два года назад в России была принята федеральная программа «Доступная среда». Она должна быть реализована до 2015 года. Выделено на нее примерно 50 миллионов рублей. Целью этой программы несколько. Чтобы 90% городов создали перечень доступных для инвалидов услуг, чтобы 45% объектов по стране стали удобными, и 20% всех школ должны быть оборудованы всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Но пока в каждом городе России доступная среда ограничивается несколькими светофорами для слепых и спецпарковками для инвалидов на машинах. Но обычно они заняты неинвалидами. А пандусами подавляющее большинство зданий не оборудовано, специальных лифтов нет. Людям с ограниченными возможностями, очевидно, надо подождать еще год с небольшим до 2015 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова